Приветище, это Рафт и наше увлекательное путешествие на плоту. Почему нет кабана у меня на голове? Дело в том, что я пока тут собирал ресурсы, случайненько сдох и потерял её. Поэтому нужно найти новую. На данный момент у нас есть координаты, которые я сюда вбил, и мы плывём на остров вот сюда, который находится в километре и 300 метров от нас. В надежде на то, что там будут люди... О, плот! Плот! Разворачиваем правого руля. Возможно, на плоту есть чертежи. Я уже не могу ждать. Мы так долго плывём, я помогу своим веслом. Надеюсь, что там что-нибудь очень ценное. Иду на абордаж. Сейчас будет соприкосновение. Слушай, не было соприкосновения. Что, как? А-а-а, а потолок, понятно. Ящик забрали, там рецепт взбитый кокос. Кстати, очень неплохо. Выравниваем наш парус и плывём по координатам. Вроде бы как правильно. Поплывём. Мы поворачиваемся. Сейчас, подожди. Надо ровно вот так вот выставить. Теперь плывём как надо. Кстати, я даже умудрился не потопить этот плод. Фантастика. Сегодня у меня в планах сделать нормальный фильтр. Нормальный гриль. Первоочерёдно это фильтр, конечно же. Мне нужно стекло 4 штуки. Давай пошаримся. У меня где-то вот есть одно стекло. Я очень много стекла находил. Вообще, я бы его сам сделал. Но что-то... Я его, по-моему, не... О, ещё одно. А, нет, это моё. И где-то ж было стекло. Вот два есть. Блин, одного не хватает. Давай откроем книгу всезнайки. Опа, подожди. Это что такое? Устройство для переработки. О, точно, я же... Точно. У меня теперь есть устройство для переработки. Надо почитать, что это такое поподробнее. Ладненько, давай перекусим. И, может быть, какая-нибудь мысля умная придёт. О, остров. Заплыть на него или не заплыть? Вот в чём вопрос. Наверное, нет. Сколько мне там нужно? Всего 900 метров осталось нам. Плывём по координатам. В топку острова. Слушай, я очень подумал. Давай-ка я песок закину в плавильню. И, по идее, должно появиться стекло. По крайней мере, это так работает. В жизни. Уже закат. Вон там плывёт одна здоровая чушка, которая хочет... Ну, ладно, походу... Блин, я пока добегу. Она там всё отгрызёт нафиг чертям. Я уже здесь, я уже здесь. Оно-то... Из скотобаза. Так вот, уже, на самом деле, ночь. И у нас здесь стекло. Мы всё-таки переплавили песок в стекло. И получается, что у меня теперь... Подожди, на первом этаже это надо разместить. Есть нормальный фильтр воды. Я его сейчас здесь поставлю. Вот так вот разверну. Наверное, вот здесь будет нормальненько. Во! И теперь, по такому случаю, мне нужна бутылка. Хотя можно и стаканчиком набирать, но это будет очень долго. Тут четыре захода надо для этого всего дела. Потому что сейчас ночь. Скорее всего, не профильтруется ничего. Мне теперь нужно сделать бутылку, потому что соклян нужен. Потому что прошлую бутылку... Подожди, там кажется что-то... О, плод ещё один! Потому что прошлую бутылку я опустил на науку. Чтобы изучить бинокль. Беру, значит, водоросли. И всё по-старому. Плавим. Ух ты, кажется, там грядка есть. А сверху гнездо. Сейчас поближе подойду, посмотрю. Может в гнезде что есть? Чёрт не допрыгнул. Так, здесь я забрал. Грядку забрать не могу. Ну и гнездо, как бы, понятно, что тоже, наверное, не заберу. Попробовать стоит, конечно, но... Давай! Запрыгнул. Не, в гнезде ничего не было. Пусто. Эх, а я мечтал об омлетике. У меня тут жраська заканчивается. Я думаю посадить картофан. Ну чё мы там? Ну чё мы? Ну где-то 600 метров осталось. Нам осталось только развернуть парус. Он почему-то был повёрнут. Я почему-то забыл его развернуть. Ой-ё, у меня ещё и батарейка садится. Капец. Это не круто. Надо быть экономичнее. Берём, значит, удочку и начинаем ловить рыбу, потому что я хочу дико жрать. Очень дико жрать. А у меня пожрать уже ничего нету. Есть. Поймана какая-то рыбёха. Зажариваем её. Тут у меня уже водичка нацедилась. Выпьем. И акула тоже завтракает, да? Ну, водицы я вдоволь напился. Теперь нужно что-нибудь на зубок. Готово. Перекусываем. Ура! Я не такой голодный. Ну что, я, скорее всего, сейчас бутылку сделаю. Остался последний сок лиана, который у меня здесь имеется. Куда это всё складывается? Сюда. И делаем бутылку. Е-е-е. Роскошная бутылка. Значит, стаканчик можно теперь убрать. Иду наливать бутылку. Наверное, зря я это сделал, да? Ладно, выпиваем бутылку. Наполняем её солёной водой и заливаем всё это дело сюда теперь. Вот так. А следующий мой этап – это гриль. Нормальный большой гриль. Для него нужно железо и гвозди. С гвоздями нет проблем. Железо сейчас переплавим. У меня две руды железа. И они нам придут на выручку. Вот так вот. Чайки, чайки, чайки. Мясо, мясо есть. Сегодня будет деликатес. Получено достижение. Охотник на птиц. Слитки имеются. Гвозди я уже надел. И у меня теперь есть роскошный, шикарнейший гриль. Я его поставлю здесь пока что. Вот так вот. Нет, надо вот здесь поставить его. Подожди. Развернём. Тут даже подставочка есть. Вот она. Подносик. Всё. На этот гриль я теперь могу класть и зажаривать огроменную рыбу, которую я поймал ранее где-то. Вот она. Это рыба моей мечты. И жрать я её буду, походу, целые сутки. Запихиваем тебя на гриль. Чёрт, зачем ты её солёной сожрал? Ладно, возьму ещё одну. Благо, у меня тут сом есть. Потащи лицом. В этот раз я буду мудрее. Кладём его. Поджигаем. Всё. Всё, огонь. Ох ты. Ох ты. Мы приплыли, мы приплыли. Куда нужно, да? Правильно же? Да, 200 метров. Е-хе-хо. О, корабль. Это же корабль. Крейсерский. Етечка латить. Давай плывём, плывём. Может нам веслом помочь. Можно помочь веслом. Блин, с какой стороны мне поудобнее будет залезть-то туда? Там вроде лесенка есть, поэтому... Давай вот так плывём. Сраные чайки. Она пошла вон. Это... Надо, кстати, полить это всё дело. Всё. Догребли. Догребли. Скидываем, значит, наш якорь. Причалили. Набираем водички. Всё. Это сейчас я полью. Блин. Картошку, конечно, могут сейчас чайки сожрать. Но вроде я всех тут поубивал. Всё там у меня по рыбе. Рыба сготовилась. Берём её с собой. Всё. К высадке готов. Давай попробуем залезть. Ну, похоже, что... Эта лодка... Если это лодкой можно назвать. Этот крейсер давно здесь стоит. Сейчас мы ответим на главный вопрос. А есть ли здесь люди? Люди. Я надеюсь, что... Кого-нибудь я тут увижу. И погнали. Ой. А тут темно. Налобный фонарик бы не помешал. Хлама навалом. Это, короче, двигательный отсек. Это двигатели. Куча всякого разнообразного интересного. О, записка. Дай почитаем. Что тут пишут? Капитан говорит, мы направляемся к одной из южных возвышенностей. Надеюсь, ты одумаешься и последуешь за нами. Рубен. Ты же знал, что этот город обречён. Почему ты всегда такой упрямый? Ханэ. Рубен. Ханэ. Как это всё это? Ладно. Мне главное... Лом нашёл. Он нам сейчас где-то пригодится, видимо. Диктофон нашёл. Это всё нам где-то пригодится. Коробки не ломаются. Так, подожди. А, это всё в дневник добавилось, да? И лом, и диктофон. Да, вот. Найденные предметы. Все эти предметы, которые мы нашли, они нам поспособствуют в прохождении сюжета. Вот, например, лом нам нужен для того, чтобы пробиться сюда. Отлично. Всё, лома у нас больше нет. Ух ты. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Здорово, суслик. Очень опасный суслик. У меня сегодня, походу, мясцо будет на ужин. И я завалил... Фиг его знает, как тебя зовут. Какую-то нечисть. Собрал с неё мясо. Будем грызть. Собираем всё-всё-всё. О, погоди. Болторез мне нужен, чтобы открыть вот этот сейф. Он где-то тут должен быть. Его только найти нужно. Ну, как ты видишь, здесь всё заброшено. Людей здесь нет. Возможно, они погибли. Либо они где-то высадились. Либо они отсюда вообще отчалили. Потому что лодка села на мель. Болтореза я здесь в этом помещении не нашёл. Запоминаем этот ящик красный. Пошли искать его в других местах. Синий ключ нужен. Ясно. Капец потёмки. Да, фонарик мне бы не помешал. Но мне его сейчас не из чего сделать. Потому что там же батарейка нужна. Так. Это приёмник. Да, у меня медного слитка нет. А мы находимся в туалете. И в туалете у нас... Можно открыть? Не открывается. Посмотрим. Так. Может кто в туалете там? Нужду справляет. Хорошо. О! Красный ключ. Отлично. А нам нужен был синий ключ. Тогда не отлично. Идём дальше. Идём... По длиннющему, заветущему коридору. Ещё одна подсобка с кучей всякого мусора. Я тут пластика набрал. Просто о тасках много. Мне столько пластика в жизни не нужно было. Ещё одна записка. Сейчас почитаем. Рубен. Яхта плохо подготовлена к плаванию. Улов оставил место для танцплощадки. Но не для припасов. Зато бар забит выпивкой. Я думала, Улов будет практичный. Раз уж он военный. Но они все думают, будто это роскошный круиз. Прости, Рубен. Не стоило мне тебя бросать. Ханы. Вот так-то, ханы. Надо было остаться в городе. Вместе с Рубеном. Здесь всё зачищено. Выходим. Посмотрим, что тут. Красный ключ нужен был, чтобы открыть эту дверь. И... Ё-моё. Так, я, короче... Ух ты. Механическая деталь. Я, короче, пошёл отсюда. Пойду и попробую найти медь. Чтобы сделать батарейку и фонарик. Ого, на улице-то уже ночь. Ничего себе. Сперва нужно здесь поплавать и посмотреть, есть ли здесь дно. Нормально, где может быть медь. Да, это не лучшая идея моя. Поплавать в темноте. По крайней мере, водоросли тут точно есть. Надо, кстати, перекусить. Вот этой здоровой рыбиной. Вот теперь её можно жрать. Давай, хомяч, а то уже в животе урчит. И запьём всё это водичкой. Почему-то бутылка отправляется мне прямо в глаз. Ну, а тут... О! Деталька. Заберу её. Ну, а тут, к моему счастью, есть какие-то камни. Но это просто камни, скорее всего. Не медь. Да, это камень. Есть песок. Его тоже возьмём. Пригодится для стекла. А, кстати, это не песок. Это глина была. Ну, что хочу сказать. К моему глубочайшему, к сожалению, миди я здесь не нашёл. Зато, зато я здесь нашёл вот такую штуку. Чё это такое сейчас узнаем. Это серебряные водоросли. Их, по-моему, кажется, есть можно. А у нас уже рассвет. Вот дела. Чёртовы чайки, они там жрут мою картошку. А-та-та-та-та. Сейчас кому-то хана. Готово. Вот, будешь здесь чучелом лежать. Напоминание для других чаек, что тут опасно. А, тут кто-то откусил, кажется, у меня часть плота. В общем, чё я хочу сделать. Меди у меня нету, да, значит. Я сейчас ещё все ящики прошарю. Блин, без меди плохо. Очень плохо. Как же так-то я сюда приплыл-то не подготовился. Да, меди здесь нет. Буду, значит, сейчас собирать внизу весь хлам. В надежде на то, что мне попадётся медь. Но, если честно, я чё-то очень сомневаюсь, что она здесь будет. Картошка, посылки всякие, свекла. Мне в большую коробку, вот в большой коробке вполне... Всё, у меня место уже забито. Вполне могла бы быть медь. Как же мне нравится большой гриль. Особенно, когда в нём можно приготовить сразу три разных ингредиента. Сраные чаки, да сколько можно-то? Ещё и улетело. Интересно, попаду в неё, нет? Чёрт. Ладно, стрелы не буду тратить. Близко было, но мимо. Даже чучело тебя не отпугнуло, да? Летающая ты сраньяка. Я думаю, что эту картошку можно... Да, собрал, и у меня теперь четыре картошины. Ну, давай по такому поводу открою четыре посылки, которые я сейчас вот нашёл. Мотивационная доска, стол. Сколько барахла, коврик какой-то. Весь прикол, что я открываю посылки, стопка книг. Но в них пусто, в них какие-то сраные чертежи. Нет бы из посылки сразу стол готовый достать. У меня, конечно, есть последняя надежда на то, что медь я найду здесь. Я, в принципе, всё с собой принёс. Если найду медный слиток, то сделаю батарейку. Ну, а дальше и сам фонарик. Ух ты. Требуются провода, зажигалка, один топливный бак, пуля. Так, сюда нужно всё это притащить. А здесь чё? Пять механических деталей. Ого. О, болторез, отлично. Записочка. Давай изучим. Вчера ночью я видел огромную крысу, пугающую огромную. Я пыталась предупредить команду, что в припасах завелись грызуны. Но они меня засмеяли. Я скучаю по тебе, Рубен, Ханэ. Так, одна Ханэ, походу, умела тут писать. Вот ещё механическая деталь. Потому что от других записок нет. Ну и что, Сейфик, ты меня ждал? А я с болторезом. И тут у нас ещё одна записка и синий ключ. Ого. Давай почитаем. Капитан постоянно жалуется на выбранный мной курс. Если он сделает это ещё раз, получит выговор. Экипаж не слушается приказов. Я поржён отсутствием дисциплины. Они почему-то решили, что звания и классы исчезли вместе с сушей. Нет. Я не позволю им прохлаждаться в компании моих высокопоставленных гостей. И лишу их пайков. Они должны меня благодарить. Если бы не я, их бы не было в живых. Улов Вилгстром. Это, видимо, хозяин этой яхты, говорит. Ну, точнее, писал. А мы идём теперь сюда. Наконец-то открываем это помещение. Что тут у нас? О, подъём на второй этаж. Шикарно. Очень здорово. А можно тут как-то свет включить? О, так-то уже лучше. Ещё одна записка. Пули, кстати, пули. И почитаем, что тут написано. Как я и предполагал, экипаж абсолютно некомпетентен. Теперь они заявляют, что крысы за несколько недель сожжали половину наших припасов. Я пообещал ему двойный паёк. Если они принесут мне хоть одного живого грызуна. Естественно, с недостачей провизии придётся разобраться. Сегодня мы будем обсуждать кандидатов на увольнение. Улов Вилгстром. Какой серьёзный дядка. Давай за барную стойку запрыгнем. Может быть, что-то тут интересное. Нет, тут ничего интересного нет. Абсолютно вообще. О, механическую эту штуку забираем. Диджейский пульт. А, так это танцпол, о котором мы читали. Пойду подышу свежим воздухом. Вот здесь бассейн. Слушай, он сухой. А это говорит о чём? Это говорит о том, что эта лодка давно стоит. Хочу посмотреть, сколько у меня деталья. Четыре. Последняя деталька, и у меня их будет достаточно. Всего нужно было пять. Тут можно... Пойду вот там прогуляюсь. Может, что найду? На носу корабля есть вертолётная площадка. Но я сомневаюсь, что кто-то за ними прилетел. Я думаю, ещё знаешь, что можно сделать? Вот. О, грызун, 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 грызун. Сейчас я его изничтожу. А, что, мне нельзя запрыгнуть так просто, да? О, блин. Засада. Я-то думал, я сейчас сюда переберусь и всё. Но нет. Так не получится. А эту дверь можно открыть? О, дверь открыл. Прикольно. Сейчас я поднимусь. Или не поднимусь, потому что дверь-то вон там. Блин, а я отсюда допрыгнул? О, допрыгнул. Е-е-е, я здесь. Я здесь. А где крыса? Куда-то крыса убежала. И снова потёмки. Крысуля, ты куда делась? Слушай, тут можно вот бильярдный стол. О, ай. Страшно, блин, по низу ходить. Вообще капец. Тут можно ещё выше подняться. Ага. О, здесь тоже светло. Двери все пооткрывать нафиг. Пооткрывать. Тут, в принципе, ещё выше можно подняться, да? Прикольно. А, это каюты уже чьи-то. Вот крыска сидит. Здорово. Жалко её не пробить так. Дверь, конечно же, закрыта. Пойдём в обход. На самом деле, я думаю, что хорошо, что я не сделал фонарь. Ведь в нём бы очень быстро садились батарейки. Так, здесь что у нас? Рецепт и куча досок. А, собственно, в меди-то и нет. И мне батареек больше не из чего делать. Тут нужна бомба, чтобы туда пробиться. А тут больше не... О, дверь. Зелёный ключ нужен, чтобы открыть эту дверь. Походим по второму ярусу. Зайдём на кухню. А, нет, это не совсем кухня. Но тут есть записка. Ключ-карта какая-то. Ух ты ж, ё-моё. Ты чё такой злой? Рычишь, как кабан. Но на самом деле, не кабан из тебя мясо, не как с кабана. Тут, по крайней мере, хотя бы есть свет. Потому что на улице уже потемнело, а тут вроде как светло. Я дико хочу пить. А воды у меня нет. Шикарно. Придётся возвращаться на мой плод. И я сделаю это довольно быстро. Здесь выйдем и спрыгнем. Опа. Ну, давай же. Отлично. Водичка. Водичка. Отлично. Фук. Пошёл-ка я отдохну. На боковушечку прилягу. С добрым утречком. Страна. А я тут мясо жарю. Две штуки стейка. Ну, что я хочу сказать. На сегодня это всё. Корабль очень огроменный. Много всего ещё исследовать. И, скорее всего, я эту серию разобью на две. Поэтому, если ты хочешь увидеть продолжение, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк и подписаться. И тогда мы снова с тобой увидимся в новом ролике. Блин. Мясо такое вкусное. Аж самому жрать захотелось.